привет созидатель с наступающим новым годом и сегодня я открываю рубрику на виду нон-стоп тогда когда я буду говорить без склеек и без остановок а сегодня я возьму такую искреннюю тему о том как найти свое любимое дело в жизни и сделаю это на основе там какие-то своих биографических штук из детства и о том вообще как появилась на виду как я из того человека который хотел поступать медицинский на биофак в мгу и родители и вообще вся семья медиков вдруг стал вообще пошел в кино а сейчас занимаюсь проектом по виде маркетингу на виду я думаю это может быть интересно с точки зрения также вас как родителей потому что мы должны главной мыслью вы должны уметь замечать детали у себя вот в том что происходит вокруг данный момент важное это что происходит с вашими детьми чем им нравится заниматься и какие-то такие вот пунктики они как вот какая-то информация которые нужно учесть чтобы правильно поменять направление движения вашей жизни и вот про такие пунктики которые повлияли на путь мой я расскажу это как пример чтобы вы тоже это замечали у себя и у своих детей потому что без них можно пойти вообще не туда и сделал списочек такой чек-лист для подсказок и самая главная мысль я сказал и начинаем с того что мне подарили видеокамеру с этого начинается там к биография любого фотографа или видеографа причем это были очень большие деньги для того времени это 12 тысяч а мне это был еще совсем маленький начальная школа для моей семьи это были большие деньги и мама уговорила папа папа такой жесткий эконом рационал что надо вот он любит снимать надо ему купить камеру и я там любил хватать камеру фотоаппарат там у дяди на каких-то праздниках фоткал цветочки прямо мне это очень нравилось и в общем не купили камеру и я начал снимать все в подряд бегать там снимать природу какие-то клипы помню снимал там под любимой группы например лизиум песня вот и все это переросло еще плюс ко всему в хобби я очень любил экологию меня все в жизни связано с ценностями то есть что-то хочется изменить к лучшему в этом мире и как бы экология один один из вариантов у нас был такой эколог как дополнительные занятия в школе елена николаевна звали такой безумный человек с которой мы бегали в пять утра в на свибловские пруды смотреть и слушать птичек она рассказывала какие смотреть мхи или шайники всякие интересные растения нам показывала и мы про это снимали фильм и мы защитили такой экологический проект по соснам свиблова заняли второе место помню николай дороздов аж нас оценивал и тоже слушал и комментировал было интересно но это все было связано с видео то есть видео кино хочется снимать какой-то док может быть это фильмы про экологию прочее то есть примерно такое направление еще важный момент это а и вывод из этого что если появляется какое-то хобби нужно за него цепляться даже когда маленький ребенок во что-то играет и вот вспоминаю что мне нравилось действие во что играть что я воображал о чем я думал все это реально переливается потом в твою деятельность то есть если находишь любимое дело ты понимаешь что ты этим же занимался когда что-то фантазировал в детстве и нельзя детям как бы их преграду ставить на пути того что им нравится это поддерживать максимально еще очень много на меня повлиял дедушка и все то что в качестве благодарности и всю главную концепцию жизни я выразил в фильме т.м. документальный фильм на 20 минут т.м. это такая татуировка у него на руке трушин михаил и самое главное что он доносит там первой фразе фильма потом просто это доказывается да что всегда надо задумываться о том что мы оставляем после себя в этой жизни все кто меня знает фильм этот естественно смотрел и как бы как бы это сделать с помощью видео и дед дед меня вложил вот это понимание ценности что мы не только для себя живем не только может быть для семьи хотя это тоже очень важно и также для общества то есть кроме того что надо зарабатывать обеспечивать там наслаждаться нужно что-то что-то оставить к этому прийти ну естественно рождаются много проектов но чтобы их реализовать нужно иметь ресурсы это тоже одна из задач и про дедушку все это тоже очень важно теперь моменты книга о продюсере кино я ходил на курсы по литературе русскому это для поступления в медицинский было в первую очередь и как-то увидел на полке книжку я ходил в квартиру индивидуальные занятия были я увидел книжку продюсер кино и у меня она очень заинтересовала и даже попросил может можете мне ее дать почитать но мне дали с четким указанием что обязательно это должно ее вернуть и сели бы лакополучно не вернул вообще и она даже где-то затерялась где-то на нас лежит но это было как бы судьбоносная судьбоносный момент потому что я знал что мне нравится видео хотя медицинских готовлюсь но я начал читать кто же там у нас в в этой книге кто делает кино и что это такое и для меня появилось понимание что я хочу каким-то образом делать чтобы создавать фильмы от которых люди плачут переживают у них переворачивается понимание мира они хотят делать его лучше то есть такая мотивация то есть через переживание без через катарсис а фильм это я смотрел фильм которые на меня тоже сильно влияли я понимаю что если создать один фильм который метам развозил до слез это уже будет что ты что-то после себя оставишь и понятие мне не важно как кто это будет делать надо просто это реализовать каким-то образом это организовать то есть по сути продюсер но продюсер нужно куча связей нужны деньги нужно уметь этом общаться нужно какой-то жизненный опыт куча всего никак ладно тогда режиссер кино режиссер опять же жизненного опыта нету значит это позже так видеооператор я тогда узнал из этой книжки что кинооператор на площадке это супер творческий человек который наравне с режиссером все это придумывает визуализирует и это очень творческая профессия я только тогда это узнал и я понимаю кинооператор но когда заходишь во вгик и понимаю что нужно сдавать что попасть вообще в этот институт это реально это безумно сложно при том что я вообще никак не готовился я не был в семье киношников и так далее ну тогда все перешло к тому что нужно идти фотографию то есть я пошел в колледж в гика на фотографию понимаю что дальше я буду двигаться вверх по ступеням ну тогда как в мечтах у меня было продюсер создавать кино и прочее еще один момент который тоже сильно повлиял представьте себе занимаюсь химией биологии химии это просто какой-то был ад мы по 4 часа несколько раз в неделю сидели после школы я ходил на химию мы решали какие-то безумные задачки я очень представляю как я справлялся и нам один раз наш доцент преподаватель очень крутой провел тест на профориентацию просто не связано это с химией просто ради эксперимента и как-то когда результаты он получил мы тест заполнили он меня такой подзывает миш идем к на последнюю парту я хочу с тобой поговорить и он меня сажает рядом с собой и говорит миш вот честно я тебе не отговариваю но судя по тому что я увидел по результатам теста вот вообще то есть если хочешь на биофак иди я просто хочу тебя предупредить что дал тест а ты дальше размышляй сам и он не объясняет я уже не помню точно как в чем это было связано что возможно тема медицины тебе не совсем подходит то есть в этом направлении это был такой переломный момент на который обратил внимание когда я как раз стал перестраиваться думать а может быть что-то другое потом меня очень долго сдерживала мама морально ну то есть она не то что говорила нет ничего кроме медицины она просто реально боялась от нормальных и родителей хотят пойти туда куда надежно куда они могут помочь чем они разбираются но в какой-то момент еще второй еще один переломный летом с 10 на 11 класс мама вот сказала фразу миш все садись решай сам куда ты хочешь идти все я на это не влияю и в этот момент я как раз зашел на сайт гика я приехал во в гиг мы определились что будем пытаться туда поступать поняли что это сложно и почти нереально поэтому поступали в колледж на фотографа и у меня еще было увлечение я пытался создать такую создал в 10 девятом классе проект и сайт media shoot точка ру для меня было желание создать проект который объединяет сообщество любителей мультимедиа технологий тех технологий которые позволяют что-то донести миру с помощью визуального и аудиального ряда это может быть там фото видео слайд-шоу под музыку все что угодно связано вот с этим с этой темы и тогда как раз у меня было желание там я там всех из классы школы давайте с нами вместе давайте сайтом заниматься там форум даже создал и ну то есть меньше не получалось как никого не получилось объединить мы буквально там вдвоем с с некоторыми ребятами работали в основном не получилось у меня было такое желание и вот на эти желания нужно обращать внимание потому что потом комфортно чем осталось заниматься я пришел к тому что я как-то пытаюсь объединить и у меня очень желание делиться потому что был создан на основе media shoot точка ру ресурс который помогает тем кто хочет поступать во вгик туда поступить потому что туда стал выкладывать все всю информацию которую с которой я хотел поделиться советы по поступлению все детали о том что нужно знать это собрали 250 там лучших картин мира которые необходимо там зная для того чтобы пройти собеседование ну короче все что нужно для поступления биографии операторов режиссеров потом когда учился во вгике я его до заполнял туда какие-то там скидывал еще дополнительные файлы скидывал все какие-то доклады и все что мы делали статьи в конце концов я его этот сайт забросил потому что мне уже не хватало сил заниматься им параллельно с другими направлениями но я отойду сейчас все-таки попью сделаем одну склейку а может быть будет еще несколько кстати еще такой момент я знаю что нас смотрят это делаешь выводы когда на конференциях тебе подходит благодарят тебя узнают или просто по а я кажется видел на виду точно там о видеомаркетинге рассказываешь но почему-то в ютубе вообще полная тишина я понимаю что нужно там какие-то развивать не знать там вопросы задавать конкурс это именно просто я хочу для как просьба что все кто досмотрели до этого момента написать в комментариях почему вы смотрите данный канал если вам он короче говоря нравится было бы очень круто получить такую обратную связь считайте такой подарок нам на новый год и еще несколько моментов продолжаю недолго значит еще еще момент в колледже слушайте всегда ваших наставников вот вывод такой уже фотограф два года отучился уже диплом детско-социальных фотографий в детских садах снимал защищалась фотографиями и когда я делал диплом надо было написать текст о том как что там делалось я это как-то понял слишком буквально и я начал и и когда я разрабатывал а то о чем буду снимать я как бы не вкладывался с точки зрения там техники технологий и какие будут фотография больше вкладывался в концепцию того что это будет за серия роликов на этом дипломе и я ее там придумывал обсасывал там что-то писал и мне когда я скинул информацию нашему наставнику ему огромное спасибо вообще за все что он вложил во время обучения на фотографа он говорит что миша ты очень много пишешь лишней информации убери к черту там 70 процентов всего что написал не нужно это писать и потом сказал такую фразу еще у меня такое ощущение я вот вижу как ты формулируешь концепции ты отталкиваешься не от технологий я не помню как точно это примерно а ты именно как-то вот придумываешь все обобщаешь главное видишь и подумай ты уверен что тебе нужно идти в техническую профессию все-таки фотограф в большей степени техническая профессия во многом техническая и потому что у тебя есть какой-то вот режиссерская просто задумайся об этом вот опять же вот этот момент нельзя было упустить я потом к нему вернулся когда мне нужно было там принять решение позже не пропускать их и дальше это в гиг кинооператорский факультет тогда я понимаю все-таки что я не очень люблю технику но я это изначально понимал это было как обязательное звено через которое хотелось пройти я ходил на документальное кино в режиссуру я ходил на занятия в игровое в игровую режиссуру в общем пытался развиваться сразу успевать и по кинооператорской области вообще схватить разные моменты которые можно вытащить из в гика в целом и после в гика было самый сложный момент принятия решения это принятие решения у нас было совместно с настей с которой я познакомился в гике и это еще один из важных людей в нашем проекте на виду мы познакомились на втором курсе на фильме ярость и убийство м это было очень прикольно я помню она была замерзшая и я ее обмотал шарфиком это в общем было такое первое первое знакомство и ей и мне надо было решить нам идти в каком направлении то ли нам развиваться как специалиста я как кинооператор она как художник постановщик кино а уже за плечами были много проектов уже опыт уже столько лет потратили на то что все это изучать или же вообще все бросить из нуля начать разбираться в том как создавать проект с нуля компанию организовывать все это дело потому что сто процентов если где-то надо быть лучшим это или одно или второе и вот это было очень жестко сначала это у меня было чуть позже у настя и мы решили полностью посвятить сейчас проекту на виду и через него если поставить на ноги у нас еще куча идей которые хочется реализовать в том числе и связаны кстати говоря с поступлением и обучением киноискусству но опять же нужен какой-то каркас какое-то материальное обеспечение чтобы была возможность это реализовывать и сейчас все приходит к тому что мы будем дальше не сшиваться и определяться потому что у нас были было направление вначале там и для кино и мероприятия мы снимали документальные фильмы о семье семейные документальные фильмы привязывали такой семейный кино к свадьбам чтобы свадьба она укрепляла еще больше семью чтобы сохранялась история это идеи многих но тяжело очень это продать но мы понимаем насколько это ценно это было отдельное направление тоже в него вкладываться было тяжело в несколько направлений мы остановились направлении бизнеса потому что познакомившись с настей из их семьей очень сильно немножко освободился как-то морально и я стал вообще узнал что такое бизнес и впервые пришло понимание что в бизнесе бесполезности бесценности для людей в долгосрочной перспективе никогда обманул долго в краткосрочной долгосрочной невозможно а значит это реально это сделать что-то из ничего и если ты будешь успешен это значит что ты нужен людям а если а есть компании которые есть компании которые реально производят крутые ценности и им реально необходимо сделать так чтобы они стали более заметными востребованными и чтобы они больше делали этих ценностей а для этого нужно их упаковать в серию видеороликов их нужно продвигать с помощью youtube и видео пиар и прочий инструмент связанные с видеороликами и вот изучить это направление чтобы помочь таким компаниям донести свои ценности до клиентов и сейчас является ценностью проекта на виду и в принципе я возвращаюсь к мысли вот все эти пункты которые сейчас рассказаны по движению надо их замечать у себя и у своих детей все что мы в детстве делали это все во что мы играли это тоже иногда нужно нужно иногда как это за тишина и побыть в одиночестве поразмышлять не злоупотребляя размышлять что было что для тебя важно ну несколько моментов особенно очень круто смотреть дневники то есть когда ты смотришь дневники с детства читаешь их ты получаешь невероятную информацию о том что тебе истинно нравится потому что вот тогда только формируются характеры твои интереса и ты узнаешь такие вещи ты тоже не веришь что ты в там 12-13 лет вот мыслил так как например ты читаешь дневники и тебе просто в шоке и ты видишь насколько ты тебе реально нравилось то к чему-то в конце концов пришел и сейчас занимая занимаешься поэтому также советую читать дневники вот так у нас получился выпуск нестандартный с одной склейкой поздравляю всех-всех-всех с новым годом с новыми будущими ценностями которые придут к вам и вы будете создавать для нашего мира очень буду благодарен если оставить комментарий о том почему вы смотрите наш влог всем пока